поршень ВАЗ-21083 от двигателя ВАЗ-21083 на него уже установлен на новый поршень установлены новые шатуны с магазина куплены я естественно сделал развесовку шатунов разница в граммах примерно 10 грамм вот поршень устанавливался палец на горячую грел верхнюю головку шатуна грел и вставлял туда палец ну короче говоря установлен теперь что нужно сделать нужно установить на этот поршень кольца потом при помощи вот этого самодельного хомута обжать их и установить в цилиндров что я сейчас буду показывать нажимаю в тисочки берем кольца уже последний последние три кольца 3 я установил в три поршня маслосъемное так вот можно повыше чтобы видно было маслосъемное колечко я одеваю вот так вот сначала вот эту пружинку так называемую внутри маслосъемного кольца аккуратненько чтобы сильно не раз не разжимать это кольцо может лопнуть такое жесткое вот установил одно кольцо второе компрессионное вот здесь вот надписи есть видно здесь вот вид надписи видно вот вверх надписями вверх а чтобы точнее вот здесь вот канавка не канавка на самом кольце вот здесь вот снизу должна быть такая проточка так вот она вниз ставится или надписями вверх устанавливаем аккуратненько устанавливаем установили кольца вот замки разводим их я развожу на 180 градусов хотя написано что в книге на 120 градусов мне нравится на 180 вот верхнее компрессионное кольцо тоже вот здесь и должны быть надписи так вот они вот они надписи вот они устанавливаем их вверх аккуратненько раздвигаем установил теперь беру самодельное свое устройство подальше чуть отведи самодельное свое устройство которое сделал из оцинковки вот здесь вот немножко края загнул сейчас я его разведу чтобы было удобнее я взял такую длинную головку раскрутил теперь беру моторное масло видно масло внутри смазываю чтобы когда я поршень осаживал цилиндр чтобы он легко пошел по этому маслу кольца чтоб не зацепились нечаянно одеваем 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 так вот одели теперь шуруповертом свет одела стягиваем естественно не до безумия тянем чтобы обжаловывал только кольца пробуем но туго немножко надо предпустить вот ходится то есть смазка и из-за того что не до безумия затянуто вот теперь чтобы будет этот вот край вот этих всех я так делаю я осаживаю небольшим молоточком молоточек видно тому как бы делаю поршень и край вот этой вот металлической оправки так назовем и за подлецо так установил снимаю теперь вставляю сюда снимаю бугель или крышку как кому нравится мне нравится слово бугель снимаем крышку это четвертого цилиндра я вот тут пометил вот они метки крышка шатуна четвертого цилиндра естественный поршень четвертого цилиндра вот снял так берем берем вкладыши новые вкладыши здесь не ремонтные ты сам поршень ремонтного размера то вкладыши не ремонтные так пользуюсь я обыкновенной бумагой для протирки протер выкинул мне это очень и очень нравится если тряпку тряпкой протираешь то масло на ней остается потом опять начинаешь протирать и все руки масляные вот вот она так сказать на вкладыши выпуклась для замка который находится на счету не устанавливаем его естественно устанавливаем чтобы здесь стараться чтобы заподлицо было то есть край суту но с краем вкладыши заподлицо протираем естественно смазываем естественно смазываем моторным маслом чистым маслом смазываем всего поршень готов к установке готов установки сюда по их что вот сам блок вас 21083 расточены коленвал чтобы установить я подвожу вот сейчас вот второй и третий цилиндр выведены вверх чтобы установить этот поршень чтобы установить этот поршень сюда можно и в нижнем положении засовывать можно и верхнем но когда на двигателе я в нижнем здесь лучше давайте так попробую смотрю обязательно вот на эту стрелку эта стрелка должна быть указывает нам направление ремень грм видно мою руку ты дальше-то оттяни чтобы было видно вот это ремень здесь ремень грм ходит ходит то есть передняя часть двигателя а вот стрелка значит я разворачиваю эту стрелку разворачиваю стрелку в сторону ремня грм то есть передка двигателя не автомобиля передка а передка двигателя и теперь аккуратненько опускаю ну ориентируюсь вот по этим вот выемкам которые в поршнях для клапанов сделаны соседних цилиндров ориентируюсь примерно ровненько ставлю вот беру молоток молоток не знаю сколько грамм грамм 200 желательно с мягкой ручкой опять же аккуратненько без сильных ударов осаживают чтобы вот этот вот хомут самодельный ровно лег на плоскость блока цилиндров и тыльной стороной молотка то есть ручкой осаживаю поршень как бы не сильно мягко но и в то же время не с бешеным ударом чтобы вкладыш вылетел все вот моя оправка кольца вошли прекрасно ничто не выскочила не задралась теперь мне только его нужно осадить до конца чтобы он сел на коленвал на шейку шатунную вот он сел сюда такой не покажи вот у меня все 412 виде 34 все установлены но вот эти три я уже закрутил а это сейчас я буду переворачивать покажу вам как я не то у меня пока еще специального приспособления для того чтобы крутить и красиво переворачивать двигатель я его не переводят не переворачивать вверх ногами вот переворачиваю до какого состояния вот у нас шейка шейка шатунная коленвала вот шатун который я только что вставлял и сейчас мне нужно одеть сюда крышку так крышка вкладыш масло опять беру свою любимую туалетную бумагу как бы отходы беру ее на местном производстве туалетной бумаги что делаешь это лучше чем тряпками то же самое видите сразу беру свежую бумагу то есть не одной тряпкой тру на которую прилегает кусочки грязи там всякой пыли а всегда свежие и рукам приятнее мне супруга снимаете смешно конечно ничего страшного думаю что много болта я знаю как это когда делаешь каждый каждая мелочь каждый нюанс важен вот установил в крышку шатуна то есть буги вкладыш и смазываю его маслом вот он замок вот здесь замок с этой стороны видно его не видно же вот так вот оберни сюда вот вот он замок подальше отодвинь вот здесь вот тоже замок то есть замок вот этот замок который на бугеле и замок который на шатуне что темно темно тень там да ну ладно устанавливаю осталось закрутить только гайки и ха 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 посмеяться какие мы молодцы видео правда не знаю получилось хорошим или нет но я думаю что понятно смотрите может кому пригодится ставьте лайки лайки никому не помешают лайки интересное название лайки как же не смешно конечно но ты дала снимая нормально мне больше другого оператора нет все сделаешь только смешная жена закрутили вот и вера тень то не делай он надо блин было взять этот такой снимать это было раньше принести не принес во время ладно я думаю давайте еще раз откручу чтобы понятно было что снимают а то какая-то темнота но то друг молодежи а темнота не друг ремонтника ему никому ремонтнику тем более автомобилей вас нужна светлота вдруг ошибешься вот еще раз показываю вот этот вот замок вот этот вот замок вот в этом замок он должен быть вот к тому замку вот снимай пониже видно что было не ближе а пониже еще ниже вот вот там замок видно вот беру его выставляю аккуратненько что-то ударять не хочу потому что выбить позже есть и шатуна теперь закручиваем по второму кругу мы любим делать все по два раза зато надежно блин а вот забыл правильно неправильно ставил еще раз не будет у меня будет шикарное смешное видео по 10 раз одно и то же делаю ну что делаешь зато зато надежно тут можно уже пропустить когда монтировать видео можно не пропускать пусть народ смотрит веселиться теперь закрутив от руки вот эти вот извиняюсь болты ой гайки болты воды отдаю гайки динамометрическим ключом подтягиваю все до момента 50 ньютон вот тут вот покажи вот здесь вот пожалуйста вот видите 50 цифра вот раз не дошло мне надо равномерно тянуть раз вот сюда покажи это у меня динамометрический ключ кто не знает раз 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 вот значит установив вот это все дело обязательно нужно взять и провернуть коленвал попробовать не закусил ли он я проворачиваю ключом нормально крутится новые кольца новые вкладыши шатунные коренные крутится прям я скажу очень даже неплохо ну все установка поршня вместе с шатуном цилиндр закончена спасибо за внимание ставьте лайки пока пока